Слава Иисусу Христу, слава Спасителю Господу нашему! Приветствую всех, братья и сестры, и тех, кто здесь сейчас, и тех, кто потом видео смотрит. Да, экклезиология – тема этой недели нашей. Экклезиология – учение о церкви. Помните, от какого слова «экклезиология» греческого происходит? «Калео» – слово «калео», «эккалео» – пишется отдельно, но вообще-то «калео» – слово «калео», или же можно писать «эккалео», но буквально, как это по-русски можно сказать? «Откликнувшиеся на приглашение». Да, если «эк» – еще там, «из откликнувшихся на приглашение». Собрание, откликнувшиеся на приглашение Божье. Слава Богу! И также хочу, чтобы мы еще кое-что очень важное вспомнили, друзья. Вот, интересно, вот в понимании церкви, для понимания церкви, вот есть золотой стих Библии, да, всей Библии вообще. Мы его все знаем, да? 16. Да, Иоанна 3.16, да. Мы говорим, христиане обычно, что это золотой стих всей Библии вообще, то есть вся Библия нам становится понятна. В старые времена, до Иисуса Христа, как мы говорим, да, в ветхозаветные времена, тоже мудрецы тоже выводили такую формулу, вот золотой стих, как бы. Вот стих всех стихов, мудрецам, цадикам, русским праведникам, спрашивали, значит, евреи, очень разные, разные школы, спрашивали, какой стих есть в Писаниях, в Торе, Пророках, во всех еврейских Писаниях, который как бы открыл, ну они говорили, сердце Бога, открыл все Писание вообще. И мудрецы, самое странное, этих школ, да, они были очень даже между собой постоянно спорящие, но именно в этом единственный случай, или один из немногих, но вообще пишут даже, что единственный случай, когда эти школы все сошлись на одном. То есть они выдали один и тот же текст из Писания, это из Песни Песней, притом это самое странное для еврейских было мудрецов, потому что книга Песни Песней, Шир Га Ширим, Шир Пени, да, Шир? Шир Га Ширим. Вот эта Песня Песней, она странна тем, что там нет имени Всевышнего вообще. Ну две таких книги странных, да, вот вторая книга, какая в Библии, помните, где нет имени Всевышнего? То есть я имею в виду, вот тетраграмматон мы называем, Ют Хей Вав Хей, Ягова, Яхве. Глезиаст? Ну-ну-ну, нет, в Глезиасте есть, упоминали, есть. Да, значит, еще, вот их две книги таких в Библии, вот когда изучаем обзор Ветхого Завета, то есть интересная такая задачка такая, головоломка небольшая, вот в оригинальном тексте. Вторая, не буду восстановить долго, это Магилат Эстер, книга Эсфири, книга Эсфири, она странна тем, вообще, что тоже в Библии, но в ней нет имени Всевышнего, но в Магилат Эстер там находят, как бы, такое таинственное указание, то есть есть намек на имя Всевышнего, значит, прочитывается, но, как бы, не буквально, а вот намеком прочитывается, то есть это, как бы, ну, как игра слов, будем говорить, букв, точнее даже, значит, заглавные буквы берутся и прочитывается имя Всевышнего, то в Песне Песней нет даже намека на это, но в Песне Песней, шестая глава, третий стих, там есть такое, по-русски написали, синодальные переводчики перевели, очень интересно, тоже, они перевели так, что я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленный мой мне. Я буквально в моем возлюбленном, я ему всецело без остатка принадлежу, и он без остатка всецело мне принадлежит, вот буквально так вот. И мудрецы сказали, что да, это как раз, даже, кстати, вот, когда в субботу встречают, то Как раз вот, выйди, возлюбленный мой, и приди, возлюбленный моя, то есть, как бы, вот, как раз намек на вот ту самую Песню Песней, как бы, хотя песня эта родилась на Средние века, но она, как бы, на основе вот Песни Песней написана была когда-то. Очень хорошие слова такие, такие трогаются, но очень. Вот, и, ну, есть еще песни, не знаю, о ваших сороках поют, не поют, мы на собраниях иногда поем такие песни. Ах, мой возлюбленный прекрасен, краше тысячи других, вид его подобен кедру, на подножьях золотых, вот он идет, вот он идет. Да-да-да, приветствую. Тем более, он мой друг теперь уже и в социальных сетях. Мой возлюбленный грядет, вот он идет, Бог мой грядет, мой возлюбленный грядет. Там другие песни еще, вот на основании Песни Песни много очень старых еврейских песен, которые вот сейчас христиане даже переделывают и так вот как бы обрабатывают и получается очень красиво. Вот, то есть запомнили, да, ну это может быть пригодится вам тоже однажды, что ключ к писанию ко всем в старые времена до Иисуса Христа видели в книге Песни Песни Песней, 6.3 в нашем исчислении. Значит, в новозаветную уже эру, да, ну в средние века уже, видели ключом к писанию ко всем Иоанна 3.16. Вот, золотой стих Библии мы называем сегодня, это так. Вот, но золотой стих Экклезиологии, как вот я его так называю, золотой стих Экклезиологии, это вот вчера упомянутое уже 1 Коринфянам 3.16. Тоже, легко запомнить, что тоже 3.16 так вот красиво совпало. 1 Коринфянам Павла 3.16. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Храм Божий, одно из обозначений церкви, храм Божий. Аминь. Спасибо, Господь, за этот день, Боже, спасибо за это занятие. Позволь сегодня продолжить, Господь. И это таинство храма раскрой в нас, для нас и через каждого из нас, Боже, в этом мире. Потому что вся тварь, все творение, стена это мучается, ожидая этого откровения, ценов твоих. Аминь. И дочерей. Аминь. Да, друзья, и действительно храм Божий свят, этот храм мы сегодня, мы, из живых камней, храм Божий святой. Помните, значит, что... Да, вот сразу спрошу, слушайте, вас, хочу спросить, ну, от всех собравшихся, какие мнения? Вот церкви, церковь Иисуса Христа, да, церковь Нового Завета. Какой прообраз, вот, что прообразовала церковь в ветхое время, до Иисуса Христа, до нашей эры? Вот какой есть прообраз церкви в Библии, вот мы читаем? Невеста. Как? Невеста. Не, не, ну, это, не, не, это уже сравнение. Ковчег. И ковчег, да, красивый тоже, да, вот, красивое сравнение, да, вот есть такое тоже. Вот у ученых, христианских, вот, исследователей, как раз тоже есть с ковчегом, уже не раз уже встречал я, особенно у Австралии, мне так понравилось вообще, был, один раз был в Австралии, там, Брид Чорч, и как раз вот выступал из этого, из Сиднея Прада, он был спикер, он как раз вот об этом тоже, ковчег, да, и вот у них вот очень на этом строится много, у американцев тоже, вот там, ученики. Вообще, Израиль, сам Израиль, как таковой, в целом, если по большому счету, вообще много прообразов в Библии, если честно, то там десятки можно выписать таких прообразов, а вот ковчег, это... Ну, можно сказать, называть прообраз церкви Нового Завета, а это синагога была. Синагога, да, ну, это немного так спорно, да, но дело в том, что синагога, это немного не то, понимаете, Синагога, особенно в те времена, допустим, во времена, ну, Машиаха, да, во времена Иисуса Христа в земной жизни, да, да, и сейчас, в принципе, синагога, это, это не храм, это, 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 по сути, как вот, ну, собраться, где можно. Ну, помолиться, да, помолиться, какие-то дела обсудить, это касса взаимопомощи, это, ну, это культурная жизнь, какие-то мероприятия, школа, ну, это все, как бы, ну, где евреи могут, вот, как бы, собираться, как бы, вот, и чем-то заниматься, в общем, вот. Вот, а в те времена, конечно, да, во времена Иисуса, ну, это еще, да, обучающая была вещь, потому что, потому что, ну, школа, да, школа, потому что большинство евреев в те времена уже были вне земли Израиля, так получалось, ну, исторически так получилось. Вот, в России, да, очень много, да, 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 и вот, вот те, кто в России, им поэтому было сложно, далеко не все могли в Иерусалим на, вот, регалины, вот эти праздники, вот, паломнические могли быть, далеко не все, понимаете, поэтому большинство проходили обучение, вот, там, у себя, да, и даже не евреи, которые принимали, становились евреями, да, вот, июр, то им надо было, ну, совершить поездку туда, паломническую, именно в Иерусалим, потому что, в принципе, один храм такой был, храм, он в большей степени, вот, церковь прообразует даже, чем синагога, но, как бы, ну, в целом, запомним, что Израиль, он, как таковой, в целом, Израиль, народ еврейский, он прообразовал собой церковь, пророческий такой, прообразовал собой церковь, вот, и история Израиля для нас, как Павел пишет в Коринфе, напомните, да, что то, что написано было, он перечисляет этапы такие важнейшие в жизни Израиля, ошибки, грехи, падения, он пишет, это написано в наставлении нам, достигшим последних веков, то есть, не чтобы мы судили, читая Библию, знаете ли, вот, народ еврейский, да вообще, как бы, пусть Господь избавит нас от такого злого духа, критицизма, читая Библию, знаете, как бы, размышляя, что, если бы я бы жил в те дни, я бы поступал бы так, или ся, там, или, никто не знает, как поступали бы, мы, каждый из нас поступил бы, окажись в той ситуации, вот, знаете ли, это, как бы, особенно в наше время, когда, вот, выросли на фильмах, на кино, на зрелищах таких вот люди, то обычно ассоциация такая сразу, ой, я вот с теми был бы, там, я за тех, там, я, там, так поступил бы, но, опять-таки, это сам обман, на самом деле, человек не знает, как бы он поступил, и как бы он повел себя, вот, в такой-то ситуации, так вот, Израиль, он, рожден был целую, такой, серию чудес, да, целую серию чудес, вот, Авраам Мавину, отец наш, да, он, Авраам, он был бездетным, да, значит, Сара не могла рожать ему, вот, значит, он не имел детей, да, до самой старости, почти 100 лет, вот, значит, и, знаете ли, по-человечески, все надежды никакой не было, то, что Авраам родил Исаака, это чудо Бога, действительно чудо Бога, вот, и Исаак родил Якова, Яков, патриархов, затем, значит, рабство, период, вспоминаемо, да, когда жили в Египте, вот, поначалу все было хорошо, знаете ли, как вот, в мышеловке, сып выглядел аппетитно, пришли туда, вот, и потом мышеловка и захлопнулась, и уже, Египет, знаете ли, мягко стелили, но жестко было спать, затем наступили времена, уже были, вот, рабство именно, и тяжелого рабства, так вот, затем наступило время свободы, освобождения, Моисей, вспоминаем события, да, в этом году мы, кстати, очень красивая дата в этом году, в этом году исполнилось 3330 лет, ну, еще с половиной уже получается, значит, да, со времени Великого Исхода, еще три года пройдет, будет у нас 3333 лет, интересно, значит, да, этот год такой, да, 3330 лет назад, да, и долго, и много времени прошел с одной стороны, с другой стороны, как бы, и не так уж и много, вот, как отсчитывать, смотря, как смотреть, вот, вот, Бог рукой крепкую, мышцею простертую, из Египта возвал сына своего, первенца своего, как-то в той песне поется по с вами, да, Let's my people go, да, отпусти мой народ, отпусти мой народ, мы на Пасху обычно тоже эту песню поем, ну, конечно, на английском, ну, да, на английском, ну, еще там сделали такой перевод, один из переводов тоже я посмотрел, скачал, значит, ну, как бы, немного его подетоксировали, вот, ну, как бы, чуть добавили для рифмы, как бы, того, чего нет там в тексте, но, как бы, чтобы хотя бы звучало на русском как-то, вот, в следующую Пасху, 19-го, вот уже обещают, значит, брать еще украинскую мову, сделать еще, говорят, еще лучше получится, ну, посмотрим. Вот, и, да, много хороших пасхальных песен, да, но вот, само событие исхода, само событие исхода, и Израиль вышел, Пасха, это праздник, конечно, не только национальный, даже не столько национальный, а сколько праздник интернациональный, потому что далеко не все евреи вышли, во-первых, да, знаете, наверное, этот факт, исторический уже факт, потому что археология, историки полностью подтвердили, это старое еврейское предание, вот, которое из запамятных времен идет, передается, ну, в наши времена уже, оно и записано преданием, что, по некоторым мнениям еврейских, этих праведников древних, что одна треть всех евреев отпала в то время невериям, то есть так не поверила Моисея. По другим мнениям, две трети отпала невериям, да, только лишь одна треть вышла евреев, потомков Якова. Мы не знаем сколько, есть разные мнения, но археологи уже в 19 и 20 столетиях однозначно доказали, что, значит, множество евреев проживало и после времени Великого Исхода, и тем самым они подтвердили истинность этого предания. Вот, а почему мы ей не поверили, даже после всех казней? Трудно сказать. Одна из подсказок, она на поверхности, в принципе, лежит. Вот, знаете ли, евреи всегда сохраняли субботу, но, хотя есть мнение, что эта суббота нас сохраняла, а не мы ее. Ну, как бы то ни было, мы друг другу, значит, оказывали услугу такую, значит, да. Мы ее хранили, она нас хранила. Вот, значит, и, ну, что происходило дальше, что Моисей, когда пришло время последней казни, он пришел к народу, и он ошарашил народ. Просто ошарашил. Он сказал, что, значит, пусть каждый человек, каждая семья возьмет однолетнего Агнца, можно козленка, значит, и десятого Ниссана привяжет его у себя в доме. До 14-го Ниссана пусть ожидает, осматривает эту козленка, и 14-го Ниссана заколит все общество Израиля. Но проблема в том, что 3330 лет назад Ниссана, 10-е Ниссана выпадало на Шаббат, на субботу. Представляете, какая незадача. Если бы 9-го Ниссана, то не было бы проблем абсолютно, даже никаких вопросов не было бы у евреев. Вот, значит, даже никто им слов не сказал. Все бы ринулись брать этих ягнят, козлят. Но, вот, даже те, кто слушали, до того слушали Моисея, и были спасены, как ни странно, при испытании последней казни, это было испытание не только для евреев, это было не евреев для всех, кто поверит, всякий, кто призовет, имя Господь не спасется. Потому что множество пришельцев, множество, мы знаем это, да, не пришельцы из космоса, да, это с разных народов, люди, которые уверовали Бога, Абрама, Исаака, Якова, послушались Моисея, все знали, что там столетие рабства, каждый шаббат, все надиратели знали, значит, египетские, что в шаббат евреев не дергай. Он раб, раб, но раз в неделю он ест, как свободный человек. Потому что, да, это еще и праздник свободы. Наверное, потому еще евреи с ума-то не сошли и не растворились там, значит, потому что каждую неделю, раз в неделю все ели, как свободные граждане. Вот, да, шесть дней были рабами, но седьмой день никто не толкал евреев, никто не брал евреев. Вот, отстояли минимум свободы. Вот, это было очень классно, конечно. Вот, и представьте, вдруг искушение. В шаббат 10-го десана надо было брать этих ягнят, козля, значит, вводить дома, свят, привязывать, делать элементарную работу, хотя это не нарушало, ну, Божьи заповеди, собственно. Ну, если честно, то заповеди, как таковой, ну, де-юре еще не было. Ну, де-факто она была всегда, конечно, что со времен еще нашего пращура Адама и матери нашей Евы, вот, с тех времен, как бы, со времен первого еще шаббата, который провели там в раю, первая семья, там все человечество было всего-то ты да я да мы с тобой. Да, да, да. Ну, как бы, до 20-й главы книги Исход это было лишь де-факто заповедь, а де-юре это стало только лишь уже в 20-й главе Исхода, собственно. Но все равно, хотя де-юре этого не было, заповеди, но это было настолько плотью и кровью народа Израиля, вот, кстати, не только в Израиле, есть среди археологически интересный раскопок, что в некоторых других народах, тоже вот, в Ближнем Востоке, сохранялся шаббат. Ну, это были отголоски. Но такого общенационального празднования не было ни у кого, кроме вот, именно, и грейского народа. Вот, и, представляете, один из соблазнов, и многие притнулись, что вот, значит, видимо, Моисетое не от Бога. Видимо, то было, как бы, от Бога, но здесь уже, видимо, уже отпал брат наш. Но Моисей говорил от Бога. Знаете ли, прошло полторы тысячи лет, и после этого и Машеха самого тоже хотели подловить на этом, и, в общем-то, тоже обвинить в нарушении шаббата. Вот, когда он исцелял в субботу, притом демонстративно даже, подводил женщину и спрашивал даже, и, значит, мужчину, сухую руку имевшую, допустим, имевшую, да, значит, демонстративно перед всеми это совершал, подчеркивая, что это нарушение человеческих представлений наших о шаббате, а не Божьего слова о шаббате. Ну, это отдельная тема, конечно. Так вот, Израиль в своей истории прообразовал так же, потому что, когда исход совершился, ну, даже если это две трети было, вышедших с Моисеем, потомков Якова, но треть, за место отпадших неверием природных ветвей, будем так говорить, Бог привил верою, дикие по природе ветви привил к этому древу. И получается, что Пасха свершилась для всех верующих, для уверовавших, а для неверующих, не важно, это иудеи или неевреи, то она не совершилась. Не было прохождения мимо этой беды, этой казни. Вот. И Моисей пророчествовал, что пророк, как меня возлигнет Господь, его, слушайте, очень хочется тоже, чтобы вот я, почему еще вчера рекомендовал Джоша Макдауэлла, пересмотрите, брат очень четко, мне очень понравилось, очень хорошо пишет, как раз об Ишуа, как Машеахе, об Иисусе, как Христе, истинном Христе, неоспоримое свинишествия, очень хорошая книга такая, мне она очень нравится, всегда с удовольствием перечитываю. Да. Так вот, друзья, и рождение церкви, рождение, Иисус, собственно, с момента Рождества Христа, вот эта идея, это, будем так говорить, вот как вот, есть такое выражение, еврейский заговор, да, всемирный еврейский заговор, вот если он есть, говорю, то он, он в Библии очень четко выражен, это заговор по спасению всего рода человечества вообще, во главе этого заговора сам Господь Бог всемогущий, а центральная фигура этого заговора, говорит, тогда становится сам Иисус Христос, ни много ни мало, вот, и Иисус, он вынашивал церковь у себя под сердцем, он вынашивал и пророчествовал церкви, то, что в 16 главе говорится, вот вчера мы читали, что я создам церковь мою, 18 стих, 16-18 Матфея, я создам церковь мою, и врата ада, в переводе написано с индальным, не одолеют ее, да, вот, это пророчество еще церкви, которой еще не было, фактически, были отдельные ученики, учащиеся, значит, были сочувствующие, были уверовавшие, вот, но, в целом, еще сама церковь не родилась, рождение церкви, как оно произошло, есть разные мнения на эту тему, я скажу, вот, то, от чего я держусь, рождение церкви, как и рождение ребенка, каждого из нас, было в крови, в муках, на Голгофском кресте Иисуса Христа, самим Иисусом Христом, то есть, Голгофа стала таким, как бы, вселенским родзалом, где пред всем человечеством, пред всем миром родил, ну, скажу так, родились мы, родились мы, потому что каждый спасенный человек за эти два тысячелетия, каждый возрожденный свыше человек в эти две тысячи лет, свое духовное возрождение связывает именно с Голгофским крестом Иисуса Христа, с кровью Машеха, кровью Иисуса Христа, чистого непорочного Агнца, то есть, на Голгофском кресте произошло чудо рождения церкви, а День Пятидесятницы, который многие тоже называют рождением церкви, тоже можно назвать рождением, но это я сравниваю, как вот, с выпиской из роддома, допустим, или показываю просто внутренний мужик, то есть, как бы, церковь была явлена миру, явление церкви миру было, и при том, церковь была обличена, как бы, облачилась силой свыше, вот, этот момент, собственно, тоже можно назвать рождением церкви, но это тот момент, когда церковь, она уже, действительно, Дух Святой не просто сошел, вот, ну, значит, на кого Бог пошлет, вот, ну, в таком смысле, да, нехорошем, а в хорошем на кого Бог пошлет, Бог послал на тех ожидающих, хотя Иисус воскресший являлся многим людям, можно предположить, что тысячи людей, потому что одно время более чем 500 братьев явился, там наверняка и сестры были какие, там и дети, может, там дальше, то есть, получается, собранием даже большим, не только единицам, не только десяткам, но даже и сотнями, и тысячами, но дождались обещанного от отца человек 120 собраний было, вот, и это было в Иерусалиме, Иерусалим стал вот той колыбелью, да, стал действительно тем местом, вот, где церковь зачиналась, рождалась, где она делала свои первые шаги, даже вот, ну, книга деяний апостольских, мы читаем, видим первые шаги церкви, когда исторически церковь родилась, в каком году, ну, 30-й год можно обозначить, так вот, наша эра, 30-й год нашей эры, вот, потому что, вот, хотя обычно считается 33-й год, но это неправильно, дело в том, что исторически Иисус родился чуть раньше, чем это принято считать, значит, мы обычно говорим, так условно говорим, может, 2018-й год, будет 2019-й, но на самом деле, ошибка была в средневеках, еще ранее средневековье, когда высшие это делались эти, вот, ошибка была на 3, ну, 3,5, условно говоря, года, вот, поэтому Иисус родился 3,5 года до нашей эры, получается, исторически, исторически Иисус, я имею в виду, и Он родился как раз вот в это время, сейчас вот, по сути, Christmas time, время предрождественское, вот, его, хотя исторически, ну, хотя церковно, мы обычно о Рождествене Христа говорим, получается, да, вот, в конце декабря, в начале ября, но исторически, по-нашему, получается, Иисус исторически родился в сентябре, это начало месяца Тешрей, Тешрей, это отчет, отчет, отчет от создания мира, отчет от создания Адама, от создания человечества, да, от Адама, от нашего отца Адама, и очень красивое совпадение, что и первый Адам был, как раз, рожден в этот день, и второй Адам пришел в этот мир, Иисус Христос, второй Адам, тоже в этот же самый праздник, библейский он называется Йом-Хатруа, значит, это праздник трубного зова, праздник трубления, хотя есть мнение, что Иисус родился чуть позже, на Сухот, но это не так, то есть я, как бы, могу исторически доказать, даже, значит, очень интересное свидетельство, очень интересное, но это, как бы, больше для, значит, наверное, апологетики науки такой, будет факт интересный, потому что, когда ведешь беседы с неверующими, это одна тема, да, когда ведешь с верующими по-другому, то это другая тематика у нас обычно, интересно, но красиво совпало, да, что исторически Иисус родился в сентябре, получается, обсерватория НАСА, исследователи НАСА, значит, там не только христиане участвовали в этом исследовании, но и неверующие, вот, с помощью этих вот их расцветов, компьютерных этих программ-то, рассчитали как раз и знамения, на Востоке, как раз, три с половиной года назад, до нашей эры, как раз именно было, вот, как раз, то, что называется, и звезд совпало, как раз то, что можно назвать, вот, именно, чудом, знамением с неба, знамением свыше, для людей, живших в Израиле, и неподалеку от Израиля, люди тоже видели это знамение, вот, ну, как бы, ладно, сейчас я пойду в такую историю уже, но, Иисус, получается, его, хочу, чтобы вы запомнили некоторые вещи, вот, мы говорим о 30-м годе нашей эры, почему, вот, именно рождение церкви, с 30-го года, есть интересные исторические свидетельства, касательно, вот, именно, эпизиология, это очень важно, думаю, потому что, вот, понимание церкви, понимание, вообще, таинства церкви, особенно, если вы будете говорить с иудеями, ну, и глигиозно грамотными, тем более, если иудеями, то это очень важно будет для вас, убедительно показать, что, действительно, Иешуа и есть тот самый Машеах, Иисус, это и есть тот самый Христос, о котором пророчители все, начиная с Моисея, вот, это очень такая важная тема, хотя она больше относится опять к апологетике даже, чем к хризову веру, вот, и самое потрясающее свидетельство есть в самом Талмуде, Талмуд, Иерусалимский, Вавилонский Талмуд, есть разные издания Талмуда, Талмуд, это одна из основных книг иудаизма, значит, книга, незаинтересованная, ее трудно, заподозрить, в заинтересованности такой, в распространении христианства или подтверждении христианства, то есть, эта книга, она писалась, как раз людьми, которые не приняли, и Шуа как Машиака, не приняли Иисуса как Христа своего, к сожалению, вот, Иисус пришел к своим, но свои не приняли, но не все, правда, те, которые приняли, Он дал власть быть им, мчатами Божьими, на самом деле, вот, но те, которые не приняли, ожесточились, к сожалению, и до сих пор ожесточение, очень, такое, серьезное, довольно, происходит, до сего дня, хотя, в наше время, по милости Господней, снимается пелена, и сегодня, как никогда раньше в истории, наверное, это можно сравнить, только с первым столетиям, огромное количество евреев принимают Иисуса, как своего спасителя, Господа, Христа, Божьего, в США, допустим, там, официально, даже, там, больше 10% всех евреев, проживающих на территории США, вот, либо христиане, разных конфессий, либо мессианские иудеи, разных, тоже, течений, от, таких, харизматичных, таких, мессианских общин, до, таких, консервативных, синагогальных, таких, ну, тоже мессианских, то есть, получается, больше 10%, да, евреев в США, принявших, приняли Иисуса, как своего личного спасителя, и прочего, очень серьезно, вот, и, а в Талмуде, отметьте себе, такой есть раздел, или трактат, часть Талмуда, книга Талмуда, Талмуд состоит из некоторых книг, одна из этих книг, можно выразить так, это книга Йома, называется, Йома, ну, Йом, день, да, Йома, Йома, Акипурим, день искупления, но обычно, в синодальном, в русском переводе, мы обычно знаем, как судно день, судно день, Йома, Акипурим, или просто Йома, трактат Йома, и в этом трактате, рассказывается, что именно как раз, притом, примеров там много очень, именно с 30-го года нашей эры, исторически, в храме Божьем, жертвы Бог прекратил принимать, с 30-го года нашей эры, начиная, в храме Божьем, жертвы приносились по-прежнему, вот, когда Иисус умирал на кресте, Он сказал, совершилось, да, воскликнул, да, и завеса в храме, что она разорвалась, завеса была огромная, слушайте, я раньше представлял, ну, завеса, завеса, ну, как бы, ну, у меня все время ассоциация была какая-то, ну, как вот у нас завеса в храме, ну, православном храме, вот, я ее все время открывал, закрывал, там, ну, как бы, ну, по-своему красиво, там, ритуально, там, совершается все это, сейчас я служу без завесы, ну, все, я не хочу жить за завесой, за стеною глухой, не знаю, я очень люблю этот, мюзикл, нельзя его, просто обожаю это, вот, и там эти песни, просто шедевры, значит, но, особенно разорванная завеса, для меня это, один из моих самых любимых мюзикл, вообще, христианства, вот, и сейчас никаких завес нет, престол станет прям вот открыто, хотя, брать с них, может быть, все-таки, ну, закрываться стоит, ну, да, потому что, ну, как бы, так оно, ну, как-то таинственное, что ли, все-таки, должна быть какая-то загадка, наверное, должна быть в церкви, какая-то загадка, да, но, интересно, что, значит, завеса была не просто такая, она же делалась, кожей, да, кожей, из прессованных кож, шириной в ладонь, ученые прочитали сейчас, вот такую завесу, какое нужно усилие, чтобы разорвать подобную завесу, короче, в компьютеры данные эти поместили, ха, оказалось, что подобное силище доступно для человека стало только лишь уже в наше время, то есть в те времена это была инопланетная технология, то есть разорвать такую завесу просто-напросто в те времена было невозможно, это было сверхъестественно, а еще прочитали, это же какая, во-первых, силище должна быть разорвать подобную завесу, а там используется слово, вот как раз разрывание, да, которое в Библии же употребляется, например, допустим, Яков разрывал одежду свою, да, разорвал, и вот используя то же самое слово, это вот красное разрывание, хорошо, разорвалось-то, но какой треск, какой шум стоял, оказалось, вот, ну, они в чем-то там просчитали, значит, в чем высчитывается этот шум, и выяснили, что этот треск, этот шум от этого разрыва, не только Иерусалим, не только Израиль весь, далеко за пределами Израиля, другие народы наверняка, не то, что они сто процентов слышали, что у евреев что-то порвалось там, и притом очень серьезно, что, как бы, ну, конечно, там слышали звон, да не знаю, где он, но как бы, но все-таки, что у евреев что-то там треснуло, лопнуло, что-то там случилось такое, что, значит, ну, как бы, ой-ой-ой, не приведи Господь, да, потому что это было очень сильным, недаром люди там многие, просто, ну, они пришли в себя, да, они шли домой, и они не говорили, ох, как вот, раньше же не было телевизора, да, одно зрелище было какое-то для людей, ну, как бы, вот, прийти на публичную казнь, и потом до следующей казни там, перед судом обсуждали, кто как умирал, кто что там на счет, это же было, ну, человеку нужно хлеба и зрелищ, всегда, вот, а в то время, за место телевизора, ну, вот, вот, реальное, как бы, убийство какое-то, допустим, да, наказание, убийство, вот, и все обычно, все зеваки, народ весь собирался на это зрелище, вот, и, конечно, обсуждали, ну, кто как там проклинал там своих убийц, кто там, что там говорил, там, значит, там, простите, люди добрые, там, как говорится, Христа ради, ну, кто в то время так не говорил, конечно, одним словом, значит, но, конечно, Иисус ошарашил всех, безусловно, тем, что Он прощал, молился, благоставлял, говорил, не ведут, что творят, это, конечно, само при себе уже было, трещала вся, ну, скажем так, человеческая, вот эта вот, психология, просто это невозможно, ни за что, явно ни за что, там, дорогу было ясно, что это просто ни за что, кстати, игра слов интересная, когда, вараву, да, просили, вот, или же его отдать нам, или вараву, вот, кого, но, некоторые мессианские учителя, говорят, здесь еще сыграли на, знаете, эффект толпы, даже многие даже кричали наверняка за Иисуса, но их голоса ушли за счет варавы, знаете, почему, потому что барабба, то есть папочный сынок, сын отца, барабба, значит, папочки, сын папочки, то есть за того, или за сына отца, вот, и поэтому даже могли сыграть на этом, на психо, вот, на вот таком моменте, знаете ли, как вот, очень неприятный момент, но ладно, вообще барабба, хорошее имя, у нас обычно барабас, да, гарабас, вообще папочкин сынок, папочкин сын, сын папочки, отца, но не просто отца, а абба, это папуля, папенька, папочка, татус, в украинце еще есть, в паре, вот этот татус, да, вот, и дух святой, который поселяется внутри человека, в Новом Завете, уже давно знаем, да, он взывает абба, авину, папочка, папа, папуленька, отец, вот это вот, хох, это самое потрясающее, потому что никогда раньше, вот, это даже и долго пришло бы, значит, благочестимому никакому иудею, отцом называли, авину, да, многие молитвы, и до Иисуса, значит, да и сам Иисус использует ту же самую формулировку, какая есть, была в молитвах тех времен, особенно в школе Шамая, вот это, авину, молкейном, шемба Шамаим, то есть отец наш, который на небесах царствует, живет, вот, то есть эти слова, евреи все знали, то есть как бы там не было ничего удивительного, но назвать Всевышнего Бога папочкой, абба, вот это никому в голову не могло прийти даже, это по отношению к любимому своему, единственному, к земному отцу, да, но к небесному всегда барьер был, для любого еврея этот барьер был, вот, но здесь абба, именно абба, как папочка, папуленька, но опять-таки не всех христиане это понимают, конечно, и все это могут мстить, но когда Дух Святой поселяется внутри человека, не просто вот возле человека, да, значит, а внутри, то же самое, как вот Эммануэль, да, вот Эммануэль, когда Иисус родился, то исполнились пророчества, там целый ряд, список целый, пророчеств, десятки пророчеств, ну, всяких, хороших, плохих там, обо всем, исполнились пророчества, и вот самое первое, что Матфей пишет, да, он пишет, что исполнилось пророчества, что пророк говорит Эммануэль, ну, Эммануэль в русском произношении, значит, Эль, это Бог, да, значит, Эмману, это растворенный в нас буквально, сущий в нас, частью нас ставший, съеденный, выпитый нами, потому что, хотя переводчики переводят, опять-таки, с нами Бог, да, с нами, но оригинально не так, оригинально, хотя можно и так перевести, я спрашивал людей, которые хорошо знают иврит, преподают, я, я, я лишь учу, я только термины учу богословские, значит, хотя надо и разговорно тоже сваривать, конечно, я учу богословские термины, и скачал себе Библию с номерами Стронга, вот, если не скачали, скачайте обязательно, это, это такая хорошая вещь вообще, мне так нравится, вот, и не только, когда к пробоведи готовишься, вообще, просто текст читаешь и рассуждаешь, и потом, бывало такое, ведь не раз, наверное, у каждого, что-то такое было, да, читаешь текст, и у тебя, ты молишься, да, и у тебя понимание, что оно как-то, ну, не так, немного, а потом, когда начнешь проверять по оригинальному тексту, действительно, вот, оно, чуть по-другому, а порой даже прямо противоположно тому, что написано в синодальном переводе, к сожалению, как в 87 году, я впервые услышал, это в Ленинграде, и в Загорске, в семинариях православных, такое выражение у семинаристов, сильно дальний перевод, не сильно дальний, а сильно дальний, они писали, ну, они говорили, говорили так, вот, потому что многие тексты, допустим, где Бог говорит конкретно действовать, а там говорится, наоборот, бездействовать, допустим, то есть, особенно в Ветхом Завете, там очень много напутано, но, опять-таки, я вчера упоминал, уже покойного, значит, Януария, Архимандрита, очень был грамотный человек, и он однозначно заявлял, что это не безграмотость переводчиков, это просто религиозно-политический заказ, это просто религиозно-политический заказ, как, допустим, вот когда Илья, пророк, да, он там убил этих лже-пророков, да, там в русском переводе с андальем, там говорится, вот, пророки дубравные, да, там никаких дубрав даже близко нет вообще, там пророки-богородицы, пророки-царицы-небесные, пророки-богородицы стоят, Там Ашера Аштаров, то есть это буквально как бы пророки, лже-пророки, получается, царица небесная и Богородица, вот буквально. Но представьте, для русского читателя переведи это буквально, все, так вот это где собака, значит, вот это, да, значит, что же это такое? Дело в том, что вот это Астарта и другие божества, их многие называли, ну, царицей небесной, Богородицей. Путь Богородица, он намного древнее христианства. Давайте сделаем перерыв, да, и потом продолжим, да, и как раз, слушайте, нужно мне и для видео уже перерыв. Да.